Песня «Священная война» Песня «Гимн победы» в Великой Отечественной войне Мы, ансамбль Александрова, мы горды, что именно мы создали этот шедевр армейской культуры Закончилась война, прошло время Мы начали строить мирную, тихую, спокойную жизнь Послевоенный период Я ребенок войны Я знаю, что такое бомбежки Я знаю, что это эвакуация Главное, это чтобы не было войны Главное, это чтобы мы строили мирную жизнь И вот в 61-м году появляется новая, интересная, прекрасная песня Евтушенко написал стихи И через некоторое время Калмановский написал эту легендарную музыку Хотят ли русские войны? Сам текст говорит о многом, сам музыка, ее палитра, ее тональность передачи настроения Она вся заложена в этой музыке и в этом тексте Говорят, что, да, оно, видимо, так и есть Чтобы Эрнест был первым исполнителем этой чудесной песни Да, наверное, это так Я не буду оспаривать Но я хочу сказать, что именно имя этой песни дал краснознаменный ансамбль Имя популярности, звучанию, знакомства с народами, с массами Именно дал краснознаменный ансамбль Он всегда стоял на самых передовых позициях армейской культуры, советской культуры Именно он пропагандировал и по сей день старается делать так Что все новые, интересные, хорошие песни звучат в исполнении краснознаменного ансамбля Там потрясающий текст, там великолепная музыка Нам не нужно войны Нам не нужно борьбы за мир Нам нужно жить спокойно, мощно, красиво Воспитывать своих детей Уделять внимание своим внукам Развивать нашу промышленность Поднимать экономику Утверждать наше армейское, российское искусство Нашу русскую песню И вот эта песня, она дала к этому огромный толчок Мы ее начали возить и за границу Наши поездки в города Европы, Америка, Канада Звучала эта песня Импресарио, который нас приголосал Особенно это было первый раз во Франции На втором концерте, после исполнения этой песни Он подошел к Борисовичу и говорит Борисович, а можно эту песню не петь? Борисович говорит, что значит не петь? Программу я делаю И что петь и моему коллективу я утверждаю Ну вы понимаете, ну не нужно Он говорит, причину скажите мне Скажите причину Ну, я вам не могу истину сказать Но я вас очень прошу не петь эту песню Борисович сказал, мы ее пели, поем и будем петь Если она вам не нравится Это не значит, что мы ее не будем петь На следующем концерте, буквально на завтра Сегодня было, значит, после концерта На завтра мы вышли на сцену И первым номером во втором отделении Прозвучало, хотят ли русские войны И мы ее пели на продолжение четырех с половиной месяцев Гастролей по Европе, по Франции И пели эту песню И ничто не могло запретить нам ее не петь Они боялись ее Они боялись, что народ Что армия, где мы выступали Она полностью будет влюблена В ансамбль Она будет влюблена в Советский Союз Она будет понимать, что мы сделали Для того, чтобы победить И они этого боялись Они правду уже не говорили им Не говорили А песня показывала и доносила До каждого слушателя Именно вот эту мысль Мы не хотим воевать Мы хотим мирной жизни Но наш бронепоезд стоит на запасном пути И это они должны были понять Я вам хочу сказать, что народ Всех стран, где мы не бываем Он совсем по-другому принимает коллектив В отличие от этих единиц Руководителей этих стран Мы сейчас проехали по Европе Полтора месяца Мы были во всех европейских государствах Нужно было видеть этот прием С каким вниманием они слушали программу И эту же песню Хотят ли русские войны Народ, простой народ Они сидели по три с половиной По четыре тысячи Слушателей и зрителей И с удовольствием Слушали, принимали Кричали браво Браво Россия Почему? Потому что мы созданы Для пропаганды нашей страны Для пропаганды нашего искусства Для пропаганды нашего образа жизни Да, есть какие-то еще недостатки Есть какие-то несовпадения Но народ любит, уважает И великолепно относится к ансамблю имени Александрова Мы были вот в эту поездку, когда была в Европу Мы заехали в Молдавию И в Молдавии был зал на три с половиной тысячи человек Количество людей, которые присутствовали на концерте Их было больше шести тысяч И мы не могли начать этот концерт Люди все хотели попасть И на открытие этого концерта Пришлось открыть двери Пришлось дать возможность людям смотреть, слушать Это победа этих песен Это победа, хотят ли русские войны Это эти песни доставляют удовольствие слушателям и зрителям Если краснознамерный ансамбль приезжает в Ватикан И Папа Римский во время исполнения песни Соловьи Соловьева-Седова поднимает руки и говорит «Браво, Россия!» Это заставить Папу Римского это сказать Это можно только через настоящее Через глубоко уверенное искусство Которое мы демонстрируем во время наших гастролей Во время наших поездок Мне приятно, что я имею возможность сказать несколько слов об этой песне Вы знаете, в этом году исполняется 62 года моей работы в краснознамерном ансамбле Я пришел в этот коллектив в 54-м году И я проездил весь Советский Союз, всю Россию Во многих городах, в многих селениях, во многих частях И я видел нашу мощь Нашу настоящую мощь Поэтому лучше нас не надо трогать Надо с нами жить мирно, красиво, добротно Чтобы мы могли расти, развивать свою страну Развивать свое хозяйство, как я уже сказал вначале И дать нам возможность жить и работать Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины Над шею важны полей И у березы тополей Спросите вы у тех солдат Что под березами бежат И вам ответят их сыны Хотят ли русские Хотят ли русские Хотят ли русские Войны Не только за свою страну Солдаты Солдаты И в небу войну А чтобы люди всей земли Спокойно ночью спать могли Спросите тем Кто поднимал Кто вас на небе отнимал И в этой памяти верны Хотят ли русские Хотят ли русские Хотят ли русские Войны Спасите вы у матери, спросите у жены твоей, И вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хотят ли русские войны.